Когда мы резко начинаем снижать вес, есть риск растяжек и каких-то эстетических недочетов от висания кожи, всплывания овала лица вниз, шея может выглядеть как-то не так, как хотелось бы, и какие-то другие части тела. Чтобы это предотвратить, нам надо делать регулярно упражнения, заниматься ходьбой. Но также сегодня я покажу несколько лайфхаков, которые можно сделать прямо сидя в кровати или сидя на кресле, на лавочке, как в моем случае. Итак, садитесь удобно. Не должна напрягаться ни поясничка, то есть когда поза со скрещенными ногами для вас комфортно, вы принимаете такое положение, можете вот такое, можете просто сесть на стул, можете стоя, как хотите. И когда вы приняли удобное положение, спина симметрична, вы начинаете сначала работать с шеей. Мягкие вращения в одну сторону несколько раз и в другую. Концентрация на ощущениях в шейном отделе позвоночника. Давайте 8 вращений в одну сторону будет, не максимальная амплитуда. И пошли 8 вращений в другую. Шейный отдел вытянут должен быть. Хорошо. Повороты. Макушкой тянемся вверх. Повороты головы влево-вправо. Поясницы, если устает, можно сделать вот такое положение. Хорошо. Сделали. Это можно делать даже вечером перед зеркалом или утром. Подбородок будем тянуть вверх. Вот здесь руку оставляем, чтобы кожа вверх не подтягивалась на грудной клетке. Мы растягиваем переднюю поверхность шеи. Подбородок тянем вверх-вверх-вверх. Вот здесь вот все натягивается. Дома, когда начинаете делать, можете от 8 повторений делать, начинать. И доводить до 30. Поскольку начался легкий дождь, мы переменили наше местоположение. Но упражнение все то же. Рука здесь. Подбородок вверх-вверх-вверх. Спинка ровная. Сняли напряжение. Выглядит, возможно, смешно, но эффективно. Любые круговые движения, любые движения, давайте вот такое еще поделаем. Голова петуха. Любые подобного плана движения. Они подтягивают мышцы шеи. И дают ей оставаться молодой, красивой, долгие годы. Если количество повторов не обозначает, то дома делаете от 8 повторений. Вообще 30 потом хорошо делать повторений, когда уже мышцы привыкли. Расслабили шею. Хорошо. Сейчас мы будем щипать себя. Глядите, вот здесь вот складочки вот такие есть прекрасные у многих. Есть жировая ткань. Мы сначала будем затрогивать небольшую поверхность лои кожи. Глубоко не щипаем. Маленькие-маленькие пощипывания. Смотрите, если вы уверены в своей коже, она же у нас разная бывает. У кого-то более толстая и можно прямо скрабировать себя. У кого-то более нежная. Если вы уверены в своей коже, что она достаточно толстая, то щипаете ее посильнее. Если у вас кожа очень нежная, чуть что травмируемая, то, конечно, уменьшаете степень нажатия. Если есть риск возникновения щенечков, то тоже аккуратненько. Если вы уверены, что у вас все в порядке будет после таких пощипываний, делайте. И, глядите, двигаться, в принципе, можно здесь в любую сторону. Область шеи мы проработаем. Потом мы также вот здесь постараемся позахватывать. Здесь тоже у нас такая область, которую не стоит оставлять без внимания. Где внимание, там энергия. Постарайтесь направлять сейчас внимание на свой шейный отдел. Вот на эту область. Кстати, чуть-чуть больше захват уже можно делать. Также внимательно к своим ощущениям, к своему телу. В идеале это делать перед зеркалом до покраснения, до состояния покраснения. Можно вот так вот прищипывать, вот таким вот образом. Выглядите, мы моделируем свою шею. Мы добавляем энерго работу здесь, когда вниманием своим окутываем эту область. Не я, какой вы не хотите быть, морщинистой или такая-то, такая-то. А я красивая, моя шея стройная. Очень все красиво. Не боимся возраста, не боимся никаких морщинок, но стараемся себя привести в максимально хорошую форму. Стараемся любить себя. И вот так вот здесь проделываете это все, моделяцию, подтягивая вверх вот эту вот область. У многих она более склонна свысать вот эту вот область. Смотрите. Конечно, можно начинать, как если брать классический массаж. Давайте разберем, кстати. Давайте, да, прервемся. Можно начинать вот таким вот образом. Я уже взяла сразу с подщипываний, но мы оговорились, что делаем слегка, если вы не уверены в тонусе своей кожи. У всех разные возможности. Но если брать прямо вообще по уму, то мы сначала делаем поглаживание. У нас в массаже 4 основных стадии. В любом, как лица, так и всего тела. Поглаживание, да. Мы готовим кожу. Потом можно делать глубокое обхватывающее поглаживание. То есть можно слегка касаться, а можно глубоко. Глубокое обхватывающее поглаживание. Заднюю сторону шеи, кстати, мы тоже берем во внимание, поскольку ее внешний вид тоже важен, состояние здоровья ее тоже важно. Дальше можно делать растирание. И смотрите, тоже у всех кожа разная. У кого-то она склонна больше к растяжению. И на лице, на шее многим не рекомендуется тереть вот, смотрите, вот так вот, вот так вот, вот так вот. Может это вызвать какой-то обратный эффект растяжки, да. Кому-то можно, кому-то нет. Поэтому мы, в принципе, делаем с любовью к себе, нежненько, не натягивая кожу, растирающие движения. Итак, первое – поглаживание. Второе – модификация, глубокое обхватывающее поглаживание. Третье – растирание. И четвертое – как раз вот то, что мы с вами делали, разминание. Разминание. Можно вот так вот пройтись в области грудного отдела. Кстати, вот здесь вот часто мышцы зажаты над грудью. Вот в этой области, вот в этой, вот здесь. Это свидетельствует о том, что, скорее всего, спинка округлая. Когда спинка округлая, лицо ползает вниз чаще всего. Или какое-то напряженное принимает положение, это нам стоит тоже учитывать. Разминание сделали. Также вот это у нас относится к разминанию. Можно вот таким вот образом проработать. Шею сзади прорабатываем. Я думаю, вам примерно понятно, что я делаю. И на сам позвоночный столб мы не надавливаем. Мы надавливаем вот таким вот образом. И ведем вверх пальчиками, пальчиками. Видно пальчики? Ведем вверх. Ведем вверх. Сзади бывает много напряжения мышечного. Область под шеи, седьмого шейного позвонка. И верх крыльев тоже стараемся затронуть, размять. Хорошо. Что здесь важно понимать? Да. И можно вот потом прохлопать. Последняя стадия массажа, четвертая. Прохлопали, прохлопали. Что здесь важно понимать во всем этом? Что, в принципе, из того, что мы сделали за последние чуть больше 10 минут, можно ограничить двумя упражнениями в домашних условиях. Двумя плюс прелюдию. Прелюдию – это хотя бы какие-то шейные вращения. Вы стоите перед зеркалом или сидите вечером на диване. Хотя бы несколько вращений сделали головой. Можно более большие вращения в другую сторону. Хорошо. И вот это вот. А потом массаж. То есть можно ограничиться и тремя для поддержания тонуса вот этой вот области. Кому-то нужно больше упражнений делать, больше внимания в эту область. Больше внимания насыщать эту область, поскольку внимание – это энергия. Можно прорабатывать себя энергетически, лежа, сидя, то есть пропускать через себя поток. Пожалуйста. Но с какого-то этапа тело просит нашего внимания. Хорошо. Дальше. Эту область мы проработали. Лицо. Давайте я не буду рассказывать полную схему массажа лица. Основное, что мы делаем, по вот таким вот линиям. Можно вниз, мы лицо не тянем. Оно и так у нас вниз может хотеть сползать с возрастом. Мы тянем вверх. Сзади затылок вот здесь вот чуть-чуть помассировали. И глядите, можно всю схему рассматривать, когда мы с вами делаем поглаживание, поглаживание, да, поглаживание. Конечно, без косметики лицо должно быть. У меня с косметикой, но не суть. Вы делаете, соответственно, без косметики. Можно начинать с поглаживания. Можно вместе сделать по массажным линиям. Да, потом растирание. Я показываю на скидку. Вы для себя запоминаете по массажным линиям. Вверх, вверх устремляем свое личико. А затем разминание. Мы сразу начнем с разминания, с пошипывания. Также, если есть склонность к красным точкам, к куперозу, то вы делаете слегка. Если вы не сомневаетесь в своей коже, делаете посильнее. И вот таким вот образом. Три раза, глядите, давайте. Вы берете за правило делать. Три раза сделали эту линию. Три раза от рта до ушей, до верху ушей. Три раза от носогубки вверх. Щечку захватываем. Сначала слегка. Под глазами самими не делаем. Вот здесь вот брови можно тоже. Приподнимаем вверх вот эти вот места. Лоб. Лоб помедленнее. Все по три раза сделали. И поглубже. Поглубже мне больше нравится. Часто, даже если вы уверены в своей коже, начинаете сразу поглубже. Вот такое вот положение. Энергетически себе помогаете. Внимание на лице. Не ой, как некрасиво в зеркале, а ой, как красиво. И будет еще лучше. Те же массажные линии. Примерно так сделали. Можно похлопать кончиками пальцами лицо. Кончиками пальцев лицо. Голову. Хорошо. Комплекс значительно сокращается при учете вот этих вот тех моментов. Дальше. У нас есть ноги. Глядите, ноги. Мы можем тоже делать постепенно. Ну, давайте, как на классическом массаже. Ну, давайте мы сразу для домашнего варианта экспресс комплекс сделаем. И начинаем от глубокого обхватывающего поглаживания. Конечно, можно делать через штаны. Особенно через утепленные такие вот, да. Но я вам рекомендую голую ножку дома прорабатывать. Мазать каким-то средством не обязательно. Можно, если есть желание, но не обязательно. И глубокое обхватывающее поглаживание только в сторону сердца. Никаких вот таких выдвижений вниз. Только в сторону сердца. Поясницу не прогибайте. И прогладим, да. Наша цель держать кожу в тонусе, чтобы здесь было хорошее кровообращение, чтобы мышца работала. Дальше. Бедро проработаем. Можно еще его погладить. Вот так вот. Ягодицу, кстати, мы тоже затрагиваем в этом вопросе. Дальше. Вот такое вот разминание. Спереди. Видите, вот эта область бывает слегка обвисает, когда стройнеет, начиная с собой дрябленькая. Само колено мы не перемещаем туда-сюда. Мы работаем с мышцами. Прохлопали. Давайте бедро. Можно голень тоже, но... Самый-самый смак, самый интенсив делаем. Внимание! Не на том, какое бедро... Ой-ой-ой, некрасивая она то, какое она становится красивая. Как вы преображаетесь, как все получается в процессе построения. Хорошо. Другая нога. Глубокое обхватывающее поглаживание. Это вот. Вот это вот. Так. И мы захватываем не только кожу, то есть не только кожу гладим, но и мышечные слои. Скульптурируем свою ножку. Ножка красивая. Ягодицу тоже чуть-чуть приподнимаем. Это можно делать стоя, лежа, сидя, как вы захотите. Хорошо. Отдельно бедро. Лимфоток улучшается. Движение лимфы улучшается. Шлаки выходят. Целлюлит, если есть, уменьшается. Кожа преобратает в красивое состояние. Вот во что мы верим, то и получаем по факту. Если доминируют какие-то программы, страхи, то они часто и срабатывают. Хорошо. И промялен. Думаем о том, как каждая сама себя любит. И прохлопали. Все. Давайте руки. Руки. Тоже мы не будем сильно долго это все делать. Можно делать растирание. Ладно, давайте с растирания начнем. Особенно вот эту область. У кого вот эта тоже стройнеет, эту область тоже. Мы растерли. Веркушечку не забываем. Растерли, растерли. У кого объем более солидный, вот так можно опускать руку. Вот так. То есть со всех сторон ее проработали. И глубокое обхватывающее поглаживание. Так. Мы остановились на том, что делали глубокое обхватывающее поглаживание. Далее у нас разминание. Также руку на опору, если надо, если требуется. Внимание на то, как все тело преображается. Верим в любом возрасте. И так и будет. И делаем, конечно же, действия. Упражнения. Самомассажики. Питание контролируем. Если всплывают какие-то в голове программы, прохлопления, которые мешают вашей красоте, здоровью, молодости, то стараемся их стирать. Например, что после такого-то возраста обязательно вот так-то. После вот этого вот так-то. Вот это все мы стараемся убирать. И верим только в то, что нам выгодно. Все. Давайте другую руку. Растирание. Со всех сторон. Тело самовосстанавливающееся. Ух! Внутреннее так воодушевление ловим. Радость от жизни. Радуемся, что выбрали такую игру. Возможности глубокое обхватывающее поглаживание. Преобразовывать свое тело. Часто люди после какого-то возраста, после каких-то событий расстраиваются. Вот как-то, как я так не заботилась о своем теле. А мы радуемся, что выбрали такую игру. Поиграть в болезнь. Или поиграть в какое-то состояние. В какие-то объемы. И теперь у нас есть возможность поиграть в игру. Вытаскивание себя с этого всего. Обретение какого-то опыта, мудрости, знаний. И, возможно, передача этого опыта другим. Хорошо. Разминание. Отлично. Так, прохлопывание. На ту руку я не помню, мы делали или нет. Немножко отвлекли меня. Ну, в общем и целом, сделаем на обе руки. И также, если у вас кожа пока не готова к сильному прохлопыванию, не делайте. Как понять, готовы или нет. Если остаются семечки, значит, стоит послабее чуть-чуть себя прохлопывать. Хорошо. Что же у нас осталось? Стопы. Ну, стопы это на ваше усмотрение. Они не входят в данный наш комплекс. Животик. Животик. Смотрите, голый животик будем делать. Я буду делать по каким-то своим соображениям закрытый. Итак, у нас здесь есть прямая мышца живота, которая иногда расходится по каким-то причинам. То есть, прямая мышца живота имеет форму двух мышц на самом деле. И бывает после родов, бывает из-за каких-то неправильного положения таза, прямая мышца живота расходится. И вот здесь вот образуется диастаз. Он бывает разных видов, разной степени и тяжести. И часто, когда живот большой у человека, это не значит, что... Давайте пока вот так вот пощупайте здесь. Бывает она более прокачана, бывает менее. Единственное, я штаны вот так приопущу. Ну, у вас, если, соответственно, есть возможность дома, то в трусиках сидите или в коротких шортах. У кого-то она бывает более прокачана, то качает пресс, у кого-то менее. Суть в чем? Вот эту вот величину разрыва важно уменьшать. Уменьшают ее и массажисты, которые умеют это делать. Но почему бы нам каждому самому себе не быть целителем? Есть у вас диастаз, нет диастаза, диагностированный, не диагностированный, совершенно не важно. То есть суть в том, что часто вот вперед животик выпирает, и на нем еще, если есть жирок, то вот это все смотрится достаточно объемно. И можно себе помочь. Во-первых, мы сейчас будем работать и с жировой тканью. Давайте мы начнем с растираний и глубокое обхватывающее поглаживание. Мы вот таким вот образом работаем пальчиками одной руки, улучшаем здесь кровообращение, плюс вот эту мышку подтягиваем к серединке. И представляем, как у нас здесь все формируется наилучшим образом, как кровообращение вот в этой области улучшается. Кстати, у многих здесь кровообращение плохое, из-за этого масса проблем, застой получается. Мы устраняем такими массажами застой. Кстати, да, не на сытый желудок вот это делаем. Да и весь само массаж, совсем на сытый желудок, наверное, будет некомфортно. И она должна быть уже в стадии переваривания, переварившейся, когда вы это делаете. Мышцы подтягиваете, либо по очереди, либо одновременно. Проминаете весь животик. Если у вас нет противопоказаний, то есть это какие-то заболевания в стадии обострения, то можно проминать язву в стадии обострения, аппендицит. Недавно, если вы рожали, то вам стоит уже сконсультироваться с специалистом, можно ли вам это все делать. И глядите, вы можете чувствовать, возможно, как здесь вот уходит напряжение. Какие ощущения у вас в этой области? Например, вот когда вы здесь делали, это одно. А здесь какие ощущения? Возможно, ваш животик, ваши внутренние вот здесь вот мышцы, они истосковались по массажу. И стоит это себя обеспечить. Также вот здесь вот мы бока будем захватывать и спину, потому что это все к сердцу движение, либо вот так вот к середине. Вверх или к середине. Потому что эти зоны все, они у нас тоже имеют склонность отвисать при построении. Также, даже не знаю, показывается это или нет, как мы ягодицы будем проминать. Ну, думаю, в принципе, это все понятно. Пока ладно, с животом поработаем, потом решим. Проработали. Можно вот такие вот надавливания, на выдохе. Выдох. Выдох. Вообще, живот должен быть мягким. Когда он пустой. Если живот твердый, значит, здесь какой-то, вероятнее всего, есть застой, стоит с ним поработать. Выдох. Выдох. Надавливаем. Все аккуратно. Все. Если вы здоровы, то все можно это делать. Если есть противопоказания, стоит их учитывать. Так. Ну, вот, в принципе, вот здесь вот так вот поделались. Вот, глядите, у всех разные объемы. Если вот здесь вот неудобно, не дотягиваетесь, то берете полотенце сухое, кожа сухая и начинаете себя вот так вот разогревать свое кровообращение. Если полотенце травмирует кожу, то тоже какие-то варианты другие продумываете. хорошо. Ну, вот по ягодицам, наверное, выключительный такой аккорд. Тоже у кого-то, кому-то достаточно будет вот этого, то, что мы с вами делали вот так вот в общем, в рамках общего какого-то момента. Ну, во-первых, не у всех гибкость есть, не у всех объемы достаточно маленькие и не всем недостаточно удобно вот так вот все проделать. Соответственно, ягодицы мы, если будем делать, то будем делать стоя. Вот таким вот образом разогрев область паха тоже, тазобедренные. Все закладываем, разогреваем. Попочка стройнеет. Опять концентрация на не недочетах, а на том, что все получается на своих бонусах. Можно поразминать, а можно просто еще прохлопать. Хорошо. В принципе, по комплексу мы закончили. Желаю вам успешного его выполнения, хорошего настроения, построения и прекрасной весны. Счастливо.